Психотерапевты 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 Исцеления стараются избегать. Исцеления Иисуса были мгновенными. Большинство сегодняшних исцелений постепенными. Иисус исцелял тех, кого встречал на своём пути. Сегодняшние проповедники собирают большие стадионы конференции. Иисус исцелял всех, никто не покидал его неисцелённым. Иисус старался избегать больших толп людей. Сегодняшние проповедники собирают стадионы. Иисус говорил о исцелившемся никому не рассказывать. Сегодняшние же исцелители, они, наоборот, заявляют этого всеуслышания. И вот МакАртур, он выделяет шесть таких характеристик служения и исцеления Христа, которые отличают Христа от всех психотерапевтов, от всех исцелителей и так далее. Но у вас этого нет, да, к сожалению, я не думал этого касаться, но нужно. Во-первых, Иисус исцелял словом на расстоянии или прикосновении. Вот в 8 главе Евангелия от Матфея мы читаем, что когда Иисус вошёл в Кипернаум, к нему подошёл сотник и просил его за своего слугу, который лежал дома парализованный и мучился о страшной боли. Иисус сказал, что, ответил сотнику, что придёт и исцелит слугу. Но сотник запрестовал, говоря, что если Христос произнесёт хотя бы слово, то слуга будет исцелён. И Господь был потрясён верой сотника и сказал, иди, и как ты веровал, да будет тебе. То есть он исцелил на расстоянии. Можете представить? То есть исцелённый был исцелён на расстоянии. Ни один сегодня харизматический исцелитель, психотерапевт... То есть тут внушение было полностью исключено. Понятно? Тот не знал. Тот не знал, да. Что его сейчас исцеляют. Да, то есть что его сейчас исцеляют. То есть здесь, во-первых, сотник сам не верил. Сотник думал, что нужно Христу прийти, чтобы Иисус исцелил. Во-первых, у него не было силы самовнушения. И у больного не могло бы силы исцеления. То есть это чистой воды чудесное исцеление. Никто и сегодня из психотерапевтов, никто из харизматических исцелителей такого повторить не сможет. Второе. Иисус исцелял мгновенно. То есть первое, Иисус исцелял словом на расстоянии или прикосновением. Второе, Иисус исцелял мгновенно. Слуга сотника был исцелён в тот час. Матфея 8, 13. Женщина, страдавшая кровотечением, была исцелена тот час. Если прокажённых, встретившись ему на дороге, не успели пройти свой путь до храма, как уже исцелились. Луки 17, 14. Иисус прикоснулся к другому прокажённому, и тот час проказа сошла с него. Лука 5, 13. Расслабленный при купальне Фефезде тот час выздоровел, взялся у постели и пошёл. Даже слепорождённый, умывшийся в купальне, был немедленно исцелён, хотя, имея свой собственный замысел, Христос сотворил это чудо в два отдельных этапа. И люди, исповедующие учения о гортине исцеления, сейчас зачастую говорят, я был исцелён, а теперь и поправляюсь. Но Иисус никогда не исцелял постепенно. Если бы Он не исцелял мгновенно, то не было бы того чудесного элемента, необходимого для проявления Его божественной сущности. Тогда Его критики сказали бы Ему, что исцеление просто прошло естественным образом, если бы оно было постепенно. Сам факт, что это было мгновенно, оно как раз доказывало чудесность этих исцелений. То есть, второе, Иисус исцелял мгновенно. Третье, Иисус исцелял полностью. В 4 главе Иоанна Злуки Иисус вышел из синагоги и пришел в дом к Симону Петру. Теща Петра была тогда дома и лежала в горячке. Вероятно, она умирала. Иисус подошел к ней, запретил горячке, та оставила ее. 39 стих. Она сразу встала и служила им. И не было никакого установительного периода. Иисус не посоветовал ей растворять немного меда в горячей воде, принимать его в течение нескольких дней и так далее. Он также не увещевал ее провозгласить исцеление по вере. И так далее. Она выздоровела сразу и поняла это. Ее исцеление было моментальным и полным. То есть она сразу смогла служить. 4 глава Иоанна Злуки. То есть 3 Иисус исцелял полностью. Человек сразу же был способен жить как выздоровевший человек полностью. 4 Иисус исцелял всех. В отличие от сегодняшних целителей, Иисус не оставлял позади себя длинной очереди разочарованных людей, вынужденных возвращаться домой в инвалидных колясках. У него не было служения и программ исцеления, которые заканчивались строго по времени за расписание самолетов или телевизионных программ. В Иоанна Луки мы читаем, «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждой из них руки, исцелял их». То есть 4 Иисус исцелял всех. Сегодня из 50 тысяч, которые собираются действовать, выходят на сцену. Остальные уходят такие же, какие они и пришли. Иисус исцелял всех. 5 Иисус исцелял органические заболевания. Он не ходил вдоль и поперек Палестины, исцеляя боли в нижней части спины, или учащенные сердцебиения, головные боли или другие невидимые недуги. Он исцелял очевидные органические заболевания. Хромые ноги, вызывшие руки, слепые глаза, паралич. То есть, например, зрительный нерв. Если он порван, никакое внушение не может помочь, оно бессильно. Это органическое заболевание, в течение жизни этот нерв никогда не срастется. Если человек рожден слепым от рождения, у него зрительный нерв нарушен, то никакая терапия, никакая психотерапия, никакой Кашпировский здесь не поможет. То есть, если это происходит, это чудо. И поэтому фарисеи так удивились, когда им слепой этот пришел. И шестое, самое важное. Иисус воскрешал мертвых. В Иоанне от Луки рассказывается о событии, произошедшем в городе Наин. Навстречу Христу шла похоронная процессия, вдова хранила единственного сына. Иисус остановил процессию, прикоснулся к гробу и сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». И умерший сел и заговорил. Он также воскресил дочь начальника синагоги. Вот я рассказывал историю о том, когда в Киеве девочка умерла, потом четыре дня ее воскрешали, потом ее похоронили. Вот у Иисуса не было таких проколов, скажем так. Иисус воскрешал. И сегодня, понятно, ни один психотерапевт даже не возьмется за воскрешение. Кардинально отличаются от исцелений, которые сегодня происходят. И как бы ни старались харизматы говорить о божественном исцелении или о чудесном исцелении, этих чудес на самом деле они предоставить не могут. Я не говорю о том, что Бог не исцеляет. Бог исцеляет чудесном разуме сегодня. Исцеляет от рака, исцеляет от… чудес, но Бог сегодня исцеляет. Но Он может это сделать и как и на стадионе, где собрался 5000 человек, так Он может сделать и в той церкви, где об исцелении не говорят. Понимаете, Бог суверенен. По своей милости Он может исцелить чудесно где угодно, когда угодно, кого угодно. Понимаете? И каких-то формул. то есть формула одна то есть мы просим у Бога любая просьба подразумевает два варианта ответа да или нет если мы Богу не оставляем выбора с вариантом ответа, это уже не просьба, а требование улавливайте разницу требовать у Бога мы ничего не можем это уже неправильно поэтому когда пришел Никодим ко Христу он сказал, что Раве, те чудес которые ты творишь никто не может творить, если с ним не будет Бог это 3.2 для людей того времени чудеса Христа они однозначно были проявлением божественного проявлением сверхъестественного но если мы рассматриваем чудеса Христа и многие чудеса сегодняшние мы видим большую разницу и сегодня, к сожалению, есть много псевдо-чудес которые пытаются облечься чем-то сверхъестественным хотя ничего в этом сверхъестественного нет вот как с той женщиной, которая встала на самом деле у нее не было органических заболеваний и в то же время Христос исцелял слепых людей от рождения это явное чудо вот теперь давайте мы перейдем к следующей теме если по этой теме нет вопросов она достаточно объемная немого или другого там потом Христосу говорит что этот род изгоняется молитвой и пластом это какие случаи сейчас смотрят на самом деле то, что есть почему так было неизвестно да, может быть Бог так это усмотрел для того, чтобы показать свою силу я не знаю вот мне уже спрашивали мне уже задавали этот вопрос и в принципе я не знаю как на него ответить мы не знаем то, как мыслили ученики как они подходили к этому может быть в чем-то их понимание было ущербно хотя у них была власть и они исцеляли неоднократно это типа исцеляются молитвы молитва это что такое обращение к Богу может вместо того, чтобы обращаться к Богу они пытались сами как-то провести свою власть но это спекуляция если честно, я не знаю может быть я подумаю у Дианы был вопрос по-моему, да? когда я слышала пробую зло и попла вот она на то место, что ангелы сутки служебные духи и вот она говорит, что я могу привилевать ангелам служебные духи принесите мне это принесите мне это машину подкатите к моему дому и как будто бы что-то у нее там получается вот потому что можно приказывать ангелам золотая рюка и бабушка интересно да это Олег Шевкун такой рассказывал собрались два человека там вызывателя духов и один у друга спрашивает ну ты вызывать духов можешь? тот говорит ты вызывать-то я могу а вот придут ли? понравилась лекция? вдохновились услышанным? поддержите нас молитвой и финансами о чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com и подпишись и Продолжение следует...